Абакан-24 и все дети города представляют уникальную, развлекательную, авторскую программу Ура, дети! Саша, что такое искусство? Я думаю, что искусство это что-то красивое, что-то прекрасное, то, что в людях вызывает положительные эмоции. А ты как думаешь? Я думаю, что искусство это то, что выражает человек. Так, посмотрим. Википедия нам говорит, что искусство это творческое отражение, воспроизведение того, что вокруг нас, в художественных образах. Но каждый понимает искусство по-своему. Да, сегодня мы с вами поговорим об этом и о многом другом. Здравствуйте, дорогие наши папы и мамы, мальчики и девочки! Ура, дети! С вами в эфире ведущий Егор Белокопыта и Саша Стратичук. Сегодня вас порадуют наши постоянные рубрики Hello Kids и Moda. Есть шеф и хобби. Начнем мы с моды, потому что на улице уже очень жарко и модель Кати Грибкова готова к новым дефиле-показам. Ура! Смотрим! Привет, ребята! Меня зовут Катя и я веду рубрику «Мода» в программе «Ура, дети!». Мы с вами так давно не виделись? Давайте рассказывайте, как у вас дела. И это можно сделать в ВК по хэштегу «Ура, дети! Мода». Также туда нужно выкладывать свои модные образы и самые классные попадут в следующую передачу. А вот у меня в этом месяце в модельном агентстве прошел модный интенсив. Мы познакомились с топовым визажистом, пофоткались с новым фотографом и даже позанимались с режиссером. Анастасия рассказала нам много полезных лайфхаков, которые мы можем применять в повседневном макияже, чтобы быстро и легко накраситься. Также у нас была очень интересная и яркая фотосессия, в которой мы сотрудничали с магазином. И даже недавно прошла фотосессия, где твистер висел на стене в качестве фона. Встречи с профессионалами вдохновляют на новые свершения. Я думаю, у каждого школьника был такой день, когда хотелось надеть какие-то самые яркие вещи из своего гардероба. Но школа не позволяет носить такие вещи. И поэтому вы надевали рубашку, чтобы замаскировать свой лук перед строгими учителями. И сегодня мы поговорим о рубашках, которые можно носить не только в школе, но еще и на вечеринку, на прогулку с друзьями, ну, все-таки в школу тоже, и даже на пляж. Особенно если подобрать классный лук, в который рубашка впишется вот так вот. Легкая рубашка из атласной ткани must have любой модницы. Она подходит как на повседневные образы, так и на вечер. Все зависит от стилизации. Но если вы все же хотите показать свое расслабленное настроение, то рубашка должна сидеть очень свободно. Рубашка из прозрачной ткани смотрится очень стильно. Она может быть яркого или базового цвета. Яркий – это как раз для каких-нибудь вечеринок, потому что она там будет смотреться просто сногсшибательно. А базовый – это для повседневных луков. Вот как у меня, например. В этом можно пойти в школу. И не забываем то, что под нее нужно обязательно надевать какой-нибудь лонгслив или топ. Как у меня черный, и тогда черная юбка, и тогда можно пойти в школу. Яркая рубашка – это отличный вариант на весну или лето. Ее можно сочетать с нейтральным низом или взять такие же яркие брюки. Я отлично себя чувствую, когда я интересно и модно одета. Желаю вам испытывать всегда это чувство. Саша, знаешь ли ты как ковер по-английски? Если обычный ковер, то капит, а если маленький коврик, то рам. Какая ты молодец, Саша. Наверное, ты это знаешь благодаря Оксане. Конечно, и ее веселые рубрики Hello Kids. Ребята, Оксана снова с нами на связи. Она готова выучить с нами новые слова и выражения. Оксана, привет! Привет, мои дорогие друзья! И снова я, ваша Оксана. И рубрика «Наш веселый английский». Сейчас мы с вами узнаем, как по-английски сказать «шкаф». Вот такой огромный шкаф, который есть в каждом доме. Он называется «Wardrop». Да, представьте, его поделили на несколько дробей. Во-вещи у вас там, да? Связали? Понятно, как запомнить? It's a wardrobe. Ну, а теперь дело за малым. Мы с тобой повторяем, как будешь шкаф по-английски. It's a wardrobe. Я тихо, ты громче. It's a wardrobe. Отлично получилось. А теперь попробую ответить. What can you see? A wardrobe. Perfect. Замечательно. Ну, ребят, ну вы просто гений. Так быстро и легко запомнить слово «шкаф». Как? И так быстро и легко сказать, что вы видите. Тоже по-английски. I see. Great. Остается жать вам руку, гордиться вами и прощаться. До новых встреч. See you later. Bye. Саша, любишь ли ты театр? Часто ходишь? Да, я довольно часто хожу в театр. Мне там очень нравится. Там так интересно. А ты, Егор? Я хожу в театр с самого раннего детства. А мой брат занимается в театральной студии. Ему очень нравится. В театральной студии и чему его там учат? Актерскому мастерству, навыкам истиннической речи, хореографии и многому другому. Ого, должно быть, это так интересно. Это очень интересно. И у нас с тобой и у наших зрителей есть возможность пойти на открытый урок. Ого, пойдем скорее. Пойдем. Театральная студия на базе русской драмы начала свою работу в сентябре 2021 года. Что они делают? Здесь с подростками занимается пять профессионалов, обучая ребят сценическому движению и сценической пластике, актерскому мастерству и сценической речи, режиссуре и многому другому. Мы смотрели, как работают другие студии за пределами нашего региона, как взаимодействуют какие-то мелкие театральные коллективы самостоятельные. И, в общем, когда вот этим напитались, мы решили открыть свою. Благо нам позволяет пространство театра. Места у нас много и желаний у детей много. Общение – это важное умение. Кому-то это умение дается с рождения, кому-то необходимо над ним поработать. Почему? Потому что одолевают страхи. Они появляются в какой-то период жизни, и человек начинает испытывать дискомфорт в момент коммуникации. Одна из задач сценической речи – убрать эти мешающие, тормозящие, блокирующие программы и открыть свободу диалога. Однажды мы с вами были на занятии по актерскому мастерству. Сегодня узнаем, как проходит урок сценической речи. Посмотрите, у ребят задействован не только артикуляционный аппарат, но и движение рук и ног. Все тело целиком. Подстраивайте себя, свое тело подстраивайте под выполнение задачи. Как мы понимаем, что человек хочет с нами говорить? Во-первых, он на нас смотрит. Во-вторых, у него размыкается челюсть. С чем я часто сталкиваюсь? Не только у ребят, у многих людей. Процесс звукоизвлечения на поджатой челюсти. Когда мы хотим говорить, мы открываем рот. Мы хотим это делать. Так вот, я бы хотела, чтобы ребята этот навык получили и помнили. Это все есть в нас. Почему еще это важно? Ну, потому что речь умом красна. Понимаете? Потому что очень важно осмысливать то, что ты говоришь. И я на это тоже обращаю внимание в процессе занятий. Очень много блоков выходит именно и убирается через дыхательные упражнения. Дальше это тоже мои наблюдения над тем, что происходит, почему, почему страшно. Здесь не только как психолог, но еще как человек, как женщина, как старший товарищ, скажем так, как преподаватель, преподаватель-друг. Все в процессе. Я здесь, потому что мне интересна профессия актера, и я хочу посвятить себе ей в будущем. Также, в принципе, эти уроки, которые здесь преподают, они тебе помогут в обыденной жизни. То есть, та же сценическая речь поможет тебе хорошо говорить, чтобы ты мог все равно выделяться и тому подобное. Ну, и, в принципе, чтобы быть более открытым. То есть, ты не боишься сцены, не боишься показывать себя, обществу и тому подобное. Сценическая речь помогает развить речь в первую очередь, общаться с людьми, дикцию репетировать. Стала увереннее с этой сценической речью. Буквы стало лучше там говорить. Главное для педагога – те навыки и знания, которые ребята получают здесь, чтобы они пригодились им. И неважно, будет ли жизнь присутствующих связана со сценой или нет. Сценическая речь помогает, например, в школе на выступлениях каких-нибудь, четкость, где нужно ораторское искусство, возможно, какое-то. И в дальнейшем, возможно, я даже буду связывать жизнь с тем, где нужно много говорить и правильно. Вдохновение, побеждать свои страхи. И я бы хотела направляться дальше в этой профессии. Я считаю, что стоит ходить на такие кружки ради саморазвития и чтобы побороть страх сцены. Словом, любое искусство помогает ребенку развиваться всесторонне, повышает его общую культуру, приобщает к духовным ценностям. Попасть на пробное занятие можно еще в этом творческом сезоне, поучаствуя в розыгрыше, который проводит театр. Подробности по телефону 22 45 13. Ты буквально видишь результат в некоторых моментах, слышишь, как звуки в твоей обычной нормальной жизни, они как бы становятся четче. Это помогает на уроках, когда ты готовишь доклад, тебе нужно все разыграть, рассказать четко и понятно классу. И это все очень сильно пригождается. Я узнала, что такое по-настоящему актерское искусство, я очень сильно хотела этим заниматься. И вот этот вопрос как бы для себя. Нашла на него ответ. Мне нравится. Наверное, так и нужно жить, воспринимая весь мир как мастерскую. Да будет свет, движение, риторика. Как много у этих ребят еще впереди. Возможно, скоро они будут выходить на подмостки и отпускать свою душу, чтобы она летела над залом, парила над людьми. А может, станут педагогами, журналистами, врачевателями. Не важно. Важно, что они здесь. И они смело идут к себе, ищут свой путь и живут в полном доверии ко вселенной. Вот это да! Так интересно! Подрасту, наверное, и тоже запишусь в театральную студию. А я, наверное, запишусь прямо сейчас. А еще они все такие смелые и красивые. Согласна, просто заглядели. Ну, а мы напоминаем о нашем новом проекте, который называется «Есть шеф». Да, это кулинарная книга школьников нашего города, с которой они делятся своими рецептами о полезных свойствах продуктов. Ура! Смотрим! Здравствуйте! Меня зовут Авелина Хамитова. Я ученица 5-го кадетского класса, школа номер 29, города Абакана, республики Хакасия. Я патриот своей родины, обожаю готовить, поэтому участвую в конкурсе и хочу стать РТШ-шефом Хакасии. Для школьных обедов я предлагаю готовить вкусный заливной пирог. Для его приготовления нужно Пресно-своеное тесто, куриное мясо, лук и чеснок, сливки, сыр, яйца, соль и специи. Нарежем лук кубиками. Натираем сыр на крупной терке. Такие же кубики нарезаем курицу. Разбиваем яйца в глубокую миску. Добавляем сливки и взбиваем дальше. В массе мы добавляем лук, сыр и курицу. Добавляем соль. Добавляем чеснок. Перемешиваем все вместе. Немного сушеного укропа. На форму выкладываем тесто. Выливаем начинку на тесто. Выпекаем пирог до полной готовности. Ну вот, вкусный и ароматный пирог готов! Приятного аппетита! Здравствуйте, меня зовут Никита Отчиков, ученик 6-го класса, полной ровной 20-ти, города Абакана. Я предлагаю вам приготовить французское блюдо жульен по-домашнему. Для его приготовления нам понадобятся грибы, зелень, чеснок, масло, сыр, сливки, желательно побольше жирности, сухари и сольный перец в вкусе. Сначала нам нужно нарезать грибы. На мелкой терке натираем чеснок. Далее на мелкой терке натираем сыр. Добавляем на сковороде сливочное масло. Добавляем шампиньон и обжариваем. Накрываем крышкой и тушим до готовности. Здравствуйте, меня зовут Ямщикова Милан. Я учусь в 5-м кадетском классе, школа номер 29, города Абакана, республики Хакасия. Я занимаюсь каратэ, рисованием, люблю готовить, потому что это очень увлекательный процесс. Сегодня я познакомлю вас со своим блюдом, которое я хочу внести в рацион в школе-столовых нашего региона. Хакасия славится богатым урожаем вкусного картофеля, поэтому сегодня я буду готовить картофельную запеканку с курицей. Для запеканки нам понадобится приготовить картофельное пюре. Нарезаем куриное филе мелкими кубиками. Лук тоже нашинкуем кубиками. Пока варится картошка, потушим лук с курицей. Посолите поперчить по вкусу. Немножко подсолим картошку. Делаем картофельное пюре с добавлением молока. Запеканку можно сделать нарезную, но я предлагаю сделать ее порционно. Выкладываем один слой пюре в металлическое кольцо. Сверху укладываем курицу с луком. Все это мы накрываем еще одним слоем картофельного пюре. Сверху не разглаживаем, а оставляем выразительную поверхность. Аккуратно снимаем кольцо. Натираем немного сыра, чтобы посыпать сверху. Посмотрите на эти замечательные запеканки. Я уверена, что школьникам и учителям они придутся по вкусу. Сыру хочешь? Спрашиваешь. Или котлету? Или котлету. А чего больше? А всего побольше. Побольше сыр и котлет побольше. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Спасибо, что остаетесь с нами. Увлеченные, радостные, активные прощаются с вами. До новых встреч!